В холле санатория Дубровский шумно и многолюдно. Кругом молодые и взволнованные лица. Решающий день подведения итогов. Сегодня станет ясно, напрасен или нет былых труд. Четыре дня активного тренинга и полное погружение в жизнь команды. Моя цель была – это дать молодежи тот шанс, надежду, что ее слышат, понимают и в ней нуждаются. Было много тренингов, постоянно, то есть не было свободного времени, ни капли. И это ничуть не как-то не смущало, потому что всегда было интересно. Были тренинги по журналистике, по ведению организации мероприятий и куча всего полезного, что можно сейчас молодежи. Это сплочение, эти мозговые штурмы, эти тренинги так завораживают. Мне понравился больше день с танцевальным марафоном. Это был очень зажигательный и наполненный, насыщенный день. На суд были представлены семь проектов по различным направлениям. Квесты, танцевальные вечеринки, организация школы журналистов и развитие молодежного совета. Главная задача – доказать важность своей работы и найти поддержку в лице районных организаций. Тем более, что те, в свою очередь, отнеслись к идее дать инициативу молодым с большим интересом. В зале глава Ленинского района Олег Хромов – районные и сельские депутаты, представители культуры и бизнеса. Им предстояло выслушать ребят и дать оценку их работам, которые иногда требовали и финансовой поддержки от района. Так, к примеру, решение организации молодежного центра на базе кинотеатра «Искра» вызвало бурное обсуждение среди собравшихся. Простая идея – объединить молодежь Ленинского района в одном месте – влечет за собой большую подготовительную работу, в детали которой ребята пока не вникали и не были готовы ответить на дополнительные вопросы. Вы хотите ремонт обновить, да, здание? Оно устарело. Вы не думаете, что если сделать опрос одинаковой выборкой по всему возрасту с 14 до 35, то мнение жителей может измениться, и измениться довольно значительно? Этот проект мы разработали буквально вчера 4-5 часов, потратили огромное время на того, чтобы создать эту идею того, чтобы объединить. Вот сегодня постоянно беготня, то есть там глубоко очень еще в это, ну, хорошо еще мы это не проработали, но это все обязательно будет проработано. Недоработанная идея пока не нашла твердой поддержки. На очереди девушка с необычным именем Делия. Она предлагает организовывать литературные квесты на базе музеев, усадеб, известных мест нашего района, что, по ее мнению, приведет к популяризации этих мест среди молодежи. Идея возникла примерно год назад, когда я ехала в электричке и смотрела, как молодые люди просто занимаются ничем, не читают книги, а я читала как раз книгу. Сама суть была придумана, потому что моя мама учительница литературы русского языка, а моя любимая учительница – это историчка, исторический учитель. Делая скидку на возраст и с улыбкой на лице, взрослые готовы поддержать эту идею. Семь проектов – интересных, спорных, порой наивных. В конце встречи Олег Хромов вышел на сцену и подробно разобрал каждую работу. Некоторые были отправлены на доработку. Положительную же оценку получили три работы – «Жизнь, кино», «Молодежный совет» и «Литературные квесты». Первый принцип – это был жизненность. Все-таки фантазии наших детей, нашей молодежи – это замечательно, здорово. Из любой фантазии может воплотиться огромный гигантский проект. Но я исходил из того, какие у нас есть возможности, какая есть тема близкая к времени, в котором мы находимся, почему нам это не реализовать. Я, в принципе, это и предложил. Это все реально. На этом работа у победителей только начинается. Впереди День молодежи, где и будет реальная возможность воплотить предложенные проекты в жизнь. Екатерина Чернышева, Владимир Бижонов, Видное ТВ.